Значит, ну начнём, начнём с защитников. Сюжет пересказывать будем? Как настоящие обзорщики. Так, ну я последовательность событий, наверное, проебу. В общем, там есть злодей, там есть злодей, который был учёным, там что-то с ним случилось, и он стал огромным, короче, качком. Который одновременно похож на малыша с гифки, которую я на экран вывожу постоянно, и на Даниила Григорьева, блядь. Он похож на злодея из этого самого, из Син-Сити, города грехов, этого жёлтого, то есть, его раскачавшегося. Да, и это тоже. И ещё он стреляет током из рук и контролирует электроприборы, блядь. Ну, военную технику в кадре, по крайней мере. Причём не электронную технику. А, да. Он главный злодей фильма, его план такой. Постепенно в ходе фильма он похищает Останкинскую телебашню. Перевозит её какого-то хуя через полгорода, ставит её снова. Через неё запускает сигнал на орбиту и захватывает советский военный суперспутник. А с него он собирается захватить все спутники, которые на орбите есть, в принципе, и управлять всем миром. Так, это план отрицательного персонажа. Теперь, главные герои. У них нету плана. План, блядь, был у семьи Андрея Сенов, по-моему. Он был охуенный. Блядь, главные герои. Дело в том, что главный злодей фильма, он создал команду супергероев. Потому что он ставил генетические эксперименты. Там так и говорится, генетические эксперименты. Это важно. В результате генетических экспериментов, например, чувак из Армении, потому что это фильм в семье Андрея Сенов. Чувак из Армении, у него появился телекинез, но этот телекинез работает только на камне. Он стал заклинателем земли, блядь, из мультика Аватар, нахуй. То есть он контролирует, блядь, камни, землю там, вот. То есть он может делать так, чтобы они летали. Он армянин. Также в результате генетических экспериментов, значит, женщина из России получила возможность становиться невидимым. И вродские татуировки. Да, и татуировки охуительные. Какие-то, которые нарисованы на теле. Потому что в этом фильме есть баланс суперспособностей. Значит, также в результате генетических экспериментов простой русский парень научился превращаться в медведя. Вот. Также в результате генетических экспериментов парень из Казахстана научился бегать со скоростью света, и у него появились сверхпрочные два кинжала. Вот такие генетические эксперименты. Остегенная идея. Если бы эти татуировки были купола, это было бы просто 9-9. Да, если бы они на медведя были, блядь, а не на акробатке. Эта команда супергероев должны победить суперзлодея. История с медведем это примерно как черный маг в Третьей Дьявле. История с медведем это как, блядь, обосранное и обосанное, блядь, обыкновенное чудо Шварца, по-моему. То есть, я не знаю, если бы они сделали супергероя медведя, который изначально был бы, блядь, медведем, это было бы гораздо интереснее, даже при том, что это уже было. Жалко, Абдулов умер, по-моему, охуенно. Они могли бы просто кроссовер сделать, взять, там, тупо, пусть, как бы, Абдулов тупо сыграет медведя из обыкновенного чуда, но в качестве супергероя. Вот. Значит, медвежье сердце, да. Блядь, я думаю, надо сделать ремейк фильма сердца дракона, нахуй. Назвать медвежье сердце. Да, не, короче, значит так. Значит так, да. Пишут, в песне Киша было. О, друг. Песня Киша основана, как бы, на сказке Шварца, чтобы ты знал. Она, 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 как бы, по мотивам обыкновенного чуда. Ну, там, в принципе, это весьма прозрачно, если ее послушать. Ну, да ладно. А, че еще в фильме происходит? Нихуя. Значит... Там есть странный твист, то есть, их вначале наебывают, они приходят и их наебывают, а потом их спасают и они всех разъебывают. Да, кстати, их пленяют очень быстро в самом начале, и их, как бы, типа, думаешь, что их держат на базе главного злодея, но потом выясняется, что их держат в какой-то рандомной хуйне, где нет охраны, блядь. И туда, то есть, просто появляется какой-то дед, и он говорит... Я знаю, блядь, этого чувака. Скорее всего, он их держит там. И, блядь, генеральша, она туда приходит буквально за одну сцену. То есть, она выходит из кадра. И следующий фрейм, блядь, она входит в кадр там, где эти, блядь, хуи в плену сидят в силовом поле. Она такая, блядь, мы тебя освободим, нахуй. Короче, выключает силовое поле, и они на свободе, всё. И защитники, они огребают пизды от этого, блядь, от малыша, блядь, голема. Значит, пизда сколько раз за этот фильм. И в конце прокнуло только, когда они объединили силы, ну, как Керберс, если кто помнит, у которых, типа, сердечки вылетают, то есть, они объединили, короче, силы, блядь, скрестили протонные лучи, струи, блядь. Вот, объединились в Альтроны и пизданули, короче, лучами боноса. Самое смешное, что они могли это сделать удалённо. То есть, они где-то вообще в какой-то жопе рядом с твоей башней. Ну, они забыли, блядь. Ну, и забыли, нахуй. Ну, ну, проебали, блядь. Значит, в общем, они, да, Хадукин, коллективный Хадукин запустили, блядь, через карту. Короче, через всю карту пизданули. Самонаводящимся, блядь. Лучем, лучом, блядь, каловый пизды, я не знаю, как это назвать. И разъебали, короче, Останкинскую телебашню этой хуйнёй вместе с големом-малышом, блядь. Вместе, блядь, со спутником, нахуй. Короче, да, лучом поноса, пыщ-пыщ, да. В общем, конец, блядь, фильма. Санстрайк прокнул, блядь. Блядь, ну, чё ещё можно сказать? Я ожидал, всё, фильм будет плох, фильм оказался плох. Он не является переоценённым или недооценённым, это просто плохой фильм. То есть, он объективно, абсолютно, на мой взгляд, оценён публикой. Значит, то есть, вот как он есть, так, собственно, про него и говорят. В этом фильме нет каких-то моментов, которые были упущены в дискурсе вокруг этого фильма, скажем так. То есть, нету такого, что, типа, блядь, так в этом фильме на самом-то деле, блядь, я думал, будет мистика, а там её нет. Там ещё что-нибудь в этом роде. Или там хуяк-поворот какой-то, про который там люди не говорят, потому что он в середине, а не в конце. Ещё что-нибудь в этом роде, да. Или там какая-то охуительная компьютерная графика внезапно там появляется. Или грим какой-нибудь интересный. Или какой-нибудь интересный диалог, про который... Нихуя, ничего такого там не было. То есть, это не как горько. То есть, где полно охуенных сцен. Ну, яркие, самое яркое, когда невеста сама себя поджигает для привлечения внимания. То есть, который, типа, ну реально, фильм не посмотришь, походу не узнаешь, что этот сценарь там есть. Вот, в случае с защитниками, нихуя подобного вообще. Ничего, блядь, нету из того, что... Причём, ладно, там хуй там обзор Бэткомедиана. Он весь фильм обычно показывает. Дело не в обзорах Бэткомедиана. Дело в том, что даже если ты просто, блядь, поговорил с кем-то, кто смотрел этот фильм, или с кем-то, кто знает кого-то, кто посмотрел этот фильм, ты, в принципе, уже знаешь всё про этот фильм, нахуй. То есть, в нём реально нихера нет. Ну, давай, я добавлю. Давай. Фильм, очевидно, сделан очень, ну, дёшево с точки зрения продакшена. То есть, он выглядит немногим лучше, чем какая-то просто любительская работа. То есть, любительские работы там делали в 2010 году просто из ничего. То есть, это не какой-то сложный продакшен. Очевидно, что были большие проблемы при производстве. У меня просто знакомый, на самом деле, работал на монтаже этого фильма, именно монтировал материал финальный, пытаясь сложить историю. Я так понимаю, что здесь прокнуло русское распиздельство, о котором мы говорили, в рамках и корпоративной культуры, и продакшена то же самое. То есть, люди не проработали сценарий, явно не сделали какие-то тщательные раскадровки. Здесь очень видны какие-то неприятные монтажные стыки. В общем, как будто бы части вырезаны, и вот прямо там персонаж дергается в кадре. То есть, видно, что он стоял так. А потом уже другой кадр повернутый стоит. То есть, это говорит о том, что не было разработан именно какой-то раскадровочный план, который, по идее, в нормальном продакшене доминирует над сценарием. То есть, снимает по раскадровке всегда, чтобы потом на монтаже не надо было что-то спасать. И, видимо, не было хорошо проработанной истории. А также крайне убого смотрится этот дубляж. То есть, все персонажи дублированы. Такое есть, на самом деле, и в Вии. Но здесь это прямо бросается в глаза, что другие слова вложены просто в речь персонажа. То есть, они явно говорят другие фразы. И для того, чтобы как-то это сюжетно связать, нос в попе привязать, и как это все смотрелось вместе, то вот они этим занимались. То есть, пытались на монтаже эту историю рассказать. Здесь крайне плохая графика для 2017 года, для России. То есть, она здесь просто сделана плохо. Активно, на каком-то зачаточном уровне. Но при этом, что забавно, фильм, который стоил 5 миллионов долларов, он окупился, если верить сборам. То есть, собрал-то он, получается, 13 миллионов. Ну, около 15 даже. Вот. И что говорит о том, что, в общем, стрим окупился у ребят. Все хорошо. Там еще на рекламу нормально ушло. Да, деньги были собраны. И, я думаю, с учетом того, что наверняка часть денег была невозвратных, то есть, было выделено государством на это, то есть, они даже что-то заработали, и, вероятно, еще заработали на прокате там, по телеканалу, не знаю, был ли он, либо прокате на стриминговых сервисах. Ну, в общем, это просто реально отличный пример фильма, который сделан очень плохо по всем. То есть, вот как образчик. Если хотите знать, что такое плохое кино, то посмотрите это. Потому что здесь нарушена и технология производства, здесь нарушена... Как-то и спецэффекты были дешевые, нарушены там диалоги, в общем, и какой-то сюжетной логики повествования, она тоже нарушена. В общем, рекомендую насладиться. Да, ну и чисто, чтобы понять, вот, что можно снять примерно за такие деньги, в общем-то, дозоры Бекмамбетова, они были примерно в том же бюджетном диапазоне, там, миллионов шесть, причем дневной, я ночной не помню, сколько там, еще меньше. И в дневном дозоре спецэффекты, блядь, на три головы пизжи, чем в «Защитниках», и сравните, в каком году какой фильм вышел. То есть, как бы, тут защитник в ничего не извиняет. Единственное, про русское распиздействие хочу сказать, я в начальных титрах насчитал четырех человек с фамилией Андреасян. Я думаю, в плане фильмов про команду супергероев гораздо интереснее, нахуй, было бы, блядь, посмотреть на команду супергероев, которые все вчетвером камни двигают силой мысли, нахуй. То есть, при этом, вот, чтобы там была музыка от «Системов и Дауна» обязательно, потому что без этого фильм будет неполноценный совершенно. Хотя, может быть, это был один Андреасян, просто он, блядь, как панда, блядь, из доты разделяется на три стихии, блядь. Обосранные караканы. Ну, понятное дело, что это целая диаспора, да, и кинематограф, в отличие от, соответственно, бизнеса, это еще более вещь, связанная с непонизмом, там есть только свои, там есть своя тусовочка, соответственно, вот есть тусовочка Андреасяна, да, их продакшена, и там, соответственно, только свои туда вхожи, и только они свои этим всем занимаются. И тут неважно, какие у тебя скиллы, собственно, поэтому такой результат. Почему очень иногда важно определять людей по их скиллам, то есть, что они умеют, какую графику они умеют делать, как они умеют там снимать и прочее. Это важно делать, чтобы вот такое не получилось. То есть, когда вы в итоге просто своих подбираете, то вот такой результат получается. Ну, плюс своих, то, что, скорее всего, много там сделано по знакомству, много сделано бесплатно, то есть, на многом получилось сэкономить. Так что тоже... Да, но в итоге получился, блядь, третий сезон Russian Stand-Up, а только, блядь, про супергероев, ну, охуенно. Ну, хотя бы они донат гол не собирали, а, хотя... Деньги Министерства культуры, секунду. Подождите. Подождите. Не, получается, получается, донаты собирали, блядь. Причем даже в обязательном порядке. Деньги Министерства культуры — это крайне хороший буст. Сейчас объясню, по какой причине. Потому что если у вас вот этот грант в итоге какой-то от Министерства кинематографа получен, то вы можете с других людей проще деньги собрать еще. То есть, понятное дело, что они не своими деньгами тут вкладываются, они ищут каких-то инвесторов, которые в них вложатся. И когда у тебя уже есть там 3 миллиона, собрать, соответственно, еще вот этих 2 крайне просто. Причем, имея 3 миллиона, ты уже можешь запустить какие-то съемки, показать инвесторам какой-то уже материал и оставшиеся 2 на постпродакшн получить. То есть, это вполне себе рабочая схема и вполне себе вот такими как бы... Ну, короче, такими отрезками производство и движется. То есть, у них нету обычно полного бюджета в самом начале, они его вот по кускам достают во время производства. Да, то есть... Охуительный фильм. Я забыл, что я хотел сказать. В общем, да. Фильм, блядь, гениальный. Всем обязательно его надо посмотреть. Так. И что символизирует превращение русского в медведя? Ну, символизирует, блядь, скорее всего, то, как... Сэрик Андреасян видит русских, блядь. Вот. Че нахуй символизирует. То есть, там русская женщина становится невидимой, русские мужчины становятся медведями, блядь, ебаном. Символизирует тенденцию Путин-медведь. Победа Единой России. Да, русские просто друиды из Вова или из Диабло. Кмаедицу символизирует. Да, точно, точно. Первый, блин, камам. Кто из меньшинств в итоге трахнул русскую женщину? Вроде никто никого не трахнул. Фильм, по-моему... Нет, там вроде медведь. У них есть романтическая история. Она просто достаточно скрытая. То есть, она такая непонятная. Потому что он все знал про нее, она все забыла, но он не мог ей сказать ее, не знаю почему. Видимо, это сложно. То есть, у них тоже проблемы с коммуникациями, которые надо решать. В итоге фильм трахнул зрителя, блядь. Русского. Андреасян трахнул налогоплательщика, блядь. Фильм трахнул глаза. Да, первый, блин, комом, второй, знакомым. Охуенный девиз. Фильмозащитники, кстати, да. Да, Защитники 2, комоедец. Еще образ Защитников с Пижина с командой русских супергероев Винтергарда с комиксов Марвел. Да? Правда? Я просто не в курсе. Трахнул глаза, как в сербском фильме, блядь. Ха-ха-ха-ха. Да, да, есть такое. Короче, короче, да. Блядь, я ебал. Чат только подкатил. Защитники понравились Марго и Вульпису или нет? Очень понравились. Обязательно посмотри охуенный фильм. Рекомендуем. Да. Сами в шоке? Я предлагаю вам его смотреть только в виде дабл-фича. То есть вот Защитники и Наша Раша Яйца Судьбы. То есть по-другому, по-другому, блядь, никак. На самом деле. Как Грайнд Хаус такой, типа. Да, да, Грайндер Хаус, да. То есть просто тут такая проблема есть. Дело в том, что, блядь, я тут сейчас подумал. И, короче, Наша Раша Яйца Судьбы, блядь, нахуй на две головы пищи, чем Защитники. Причем по всем параметрам. Там похуй даже, что они в разных жанрах вообще насрать. Как бы, потому что, как бы, когда фильм лажает на самом примитивном уровне, то жанровая принадлежность уже не имеет значения. Потому что в Защитниках плохо играют актеры, плохие спецэффекты, плохая графика, плохие... Там, блядь, все плохо. Поэтому его можно сравнивать хоть с комедией, хоть с артхаусом, с чем, блядь, угодно. Потому что в Защитниках все хуево, блядь. Просто в оценке этого фильма, в оценке этого фильма можно просто не добраться до его жанровой принадлежности, скажем так. Потому что фильм сначала должен быть смотрибельным фильмом, а потом уже смотрибельным боевиком. Там есть, как бы, как бы, ну, категоризация, классификация. Классификация предполагает, как бы, некую луковичную такую структуру. То есть, сначала, как бы, можно оценить, значит, фильм как что-то более общее, да, как фильм. А потом уже как конкретную разновидность фильма. В случае с Защитниками, ты до конкретной разновидности фильма в своей оценке не дойдешь. Потому что уже на этапе того, чтобы, блядь, это назвать фильмом, то есть, ну, знаете, вот, как... Некоторые люди, вот, охуенно поют. То есть, вот, послушаешь и просто, блядь, такой... То есть, сначала можно оценить пение как пение в целом, а потом как оперное пение. И если пение, оно немного не доходит до того уровня, чтобы быть просто пением, блядь, в любом, нахуй, стиле, хоть, блядь, оперное пение, хоть, блядь, грулинг, похуй, оно... Оно никакое пение. То, в принципе, дальше можно не идти, наверное. Вот с защитниками там такая, это, да, в оперное пение, да. Там вот такая, такая конкретная ситуация. Что думаешь о сцене после титров? Кто такой Фиорум? Че, блядь, там была сцена после титров? Там есть сцены после титров. Я ее даже помотал. Я не стал ее смотреть. Охуеть. Все по классике, все как в фильме, как учили в фильме Марвел. Обязательно должна быть завязка на следующую часть. Ну, здесь еще интересно то, что с одной стороны, да, они какие-то деньги заработали, но с другой стороны, по сути, авторитет, так или иначе, был подорван. И это потом будет проблема получить еще денег, и непонятно, что с ним делать. То есть они могли бы развивать франшизу, если бы это было как бы более-менее успешно. Я думаю, настоящие супергерои должны быть как бы там, вот, блядь, Зильберман, Дурдачник, блядь, Вова Масс, Гительман. То есть как бы настоящий Dream Team, как бы должен бороться со зломом, и какая-то хуйня из-под коня, блядь. Нахер выдумывать супергероев специально для фильма. Но если серьезно, то в принципе, да, Горин, Маргинал, Рыбник. Да, на самом деле, трейлер Майора Грома выглядит неплохо, и Proof of Concept, который, хуй знает, сколько лет назад вышел с ограблением банка, тоже смотрелся нормально. Может быть, хуйня про Майора Грома прокнет, но я бы на вашем месте не задерживал дыхание, как говорят на Западе. За суперзлодей суперсус. Не, Вальнов, блядь. Анонс, 100 рублей. Был знаком с человеком, который работал в одном из цехов, не буду палить в каком, защитников. И до момента выхода, он чуть ли не кипятком срал над тем, какой же охуенный фильм они делают. Недавно пересекся с ним в Ашане, не успел даже поздороваться, как он начал извиняться за ту хуйню, и обещал больше такое говно не делать. Спойлер, он потом делал Ви. Чувак, Ви вышел за три года до защитников. Может быть, имеется в виду Ви, который новый еще потом вышел. А, понятно. Там есть вторая часть. Китайский Ви. Да, да, да. Да, понял. Пожилой Анус, 100 рублей. Привет, Кукич, какая у тебя позиция насчет интеллектуальной собственности? Как относишься к пиратству и идейным пиратам? А, гость, заранее целую в пенис, сердечек тебе. К пиратству отношусь отрицательно, тем не менее, считаю, что интеллектуальная собственность в том виде, в котором она оформлена законодательно сейчас, в международном праве и конкретно в США, она не работает. То есть, она должна быть пересмотрена. Но я не знаю, как. То есть, у меня нет решений, но проблемы гигантские просто. Это всем очевидно абсолютно. Я тоже крайне негативно отношусь к пиратству. Я все, что смотрю, самостоятельно пытаюсь смотреть на каких-то сервисах онлайн-просмотров. Таких, бог, их сейчас много. Сейчас все можно найти в легальном ключе. Очень хочется, чтобы и просмотры киностримов тоже были легальными. То есть, какой-то был сервис для легализации. И я считаю, что в действительности кто делает контент, они все равно должны зарабатывать деньги. Это очень важно. Потому что, иначе контента не будет. Поэтому старайтесь ходить в кино, смотреть все через Netflix. И будет больше хороших фильмов. Ну, моя позиция именно старайтесь ходить на хорошие фильмы и смотреть за деньги хорошие, блядь, фильмы. А не все подряд. То есть, это я сейчас обращаюсь к людям, у которых есть дополнительные деньги, которые они могут на это тратить. Потому что, понятное дело, что средний обыватель, особенно в России, он пиратит вообще все. То есть, это вообще не обсуждается. Ну, это не очень иррационально. При подписке на какую-нибудь медиатеку 100-300 рублей, мне кажется. Ну, понятно, что все равно привычка есть, но тренд на легализацию, он присутствует. То есть, вот я читал по статистику по онлайн кинотеатрам, в действительности подписчиков стало больше. И, в общем-то, и люди говорят, что они предпочитают смотреть уже на стриминговые сервисы. То есть, какие-то стриминговые сервисы могут в Восточной Европе как-то ситуацию поменять. Ну, да. Ну, я не знаю. Стоимость игр в Стиме, она поэтому, как бы, там в 20 раз нахуй меньше. Просто потому что, ну, типа, люди пиратить будут. Вот если хотя бы в два раза дороже сделать рублевую стоимость, то просто никто нахуй не купит это. И дело не в том, что люди бедные, просто нет культуры лицензионного контента. Ну, чуть-чуть выравнивает ситуация, что, конечно, радует. В России рынок российский так или иначе привлекает. Вот скоро и Netflix будет локализирован для России. То есть, в общем-то, тенденция к этому идет. И я думаю, это тоже хорошо, потому что пусть платят деньги за хороший, опять же, контент. Обязательно. Пишут, защитники не B-Movie, если судить по сюжету. Блядь, защитники Копра-Movie, чувак, блядь. B-Movie, нахуй. Смотри, задумывался он, как, блядь, A-Movie вообще. В принципе, блокбастер, типа. То есть, сейчас трахнем Мстителей просто, блядь, их жалкие задницы, блядь. Но, как бы, ну, получилось охуенно. То есть, заебись, обязательно посмотрите за защитника.